На значительной части Татарстана отмечается разгар сезона активности клещей, которые представляют реальную опасность для людей и животных. С приходом теплого времени года число клещей стремительно растет, и пик периода укусов приходится с середины мая до конца июня. Клещи переносят довольно большое количество заболеваний, но наиболее грозной болезнью, которую переносит клещ, является вирусный энцефалит. Недуг коварен тем, что его симптомы проявляются через несколько дней или даже через месяц после укуса. Врачи не рекомендуют снимать клеща самостоятельно. Под кожей может остаться голова насекомого, что в некоторых случаях приводит к заражению. Врач должен назначить антибактериальную терапию. Для этого клеща сдают в лабораторию насеченного 13, где в течение одних суток будет дан вам результат. Поражен клещ этим инфекцией или нет. Если клещ не поражен, можно ничего не делать. Если поражен, то необходимо получить данный иммуноглобулин. По клещу невозможно понять, переносит он какое-то заболевание или нет. Застраховать себя и своих близких от заражения можно в университетской клинике Казань, получив профилактику, а именно прививку от клещевого энцефалита. Вакцинация состоит из трехкратной прививки. Обязательной прививкой она является для строителей, лесников, студентов, выезжающих в стройотряды. Профилактику от клещевого энцефалита и элементарные правила безопасности не стоит игнорировать. Ведь перечень территорий Татарстана зафиксированы клещевой активностью и числом так называемых жертв клещей уже увеличился. Однако избежать неприятной встречи с клещом будет довольно сложно студентам и преподавателям медицинских специальностей. Именно поэтому всем, кому предстоит пройти различные виды практик на открытой местности, врачи университетской клиники Казань настойчиво рекомендуют не игнорировать данный вид профилактики. И, кстати, получить прививку от клещевого энцефалита могут не только студенты. Спасти себя и своих близких от грозных последствий встречи с клещом может абсолютно каждый.